Друзья, всем огромный привет! Сегодня минутка кулинарии. Я исполнила свое обещание, приготовила пирожки. Мои дети меня не оставляли в покое в последнее время. Мама, когда ты сделаешь пирожки с картошкой? Ну вот, сегодня я приготовила между делом. Тесто сделала на твороге, двух яичек, немного молока и пачка соты. Получились пышные, мягкие, ароматные, очень вкусные. Детям понравились. Друзья, всем огромный привет! Я снова в машине и, как вы видите, на заднем плане, где я, это наш шоппинг-центр. Друзья, мне сегодня позвонила наша партная и сказала, Мария, приходи, молния пришла. В общем, я взяла кардиганчик с собой. Сейчас пойду, посмотрим, примерим. Я очень-очень надеюсь, что молния подойдет, друзья, потому что я жду ее очень долго. Не стала я уже сама заказывать какую-то молнию. Доверилась своей знакомой, которая работает у портной. И вместе с ней как бы обговорили этот момент. Она сказала, Мария, я закажу. Вот, посмотрим. Надеюсь очень, что молния более-менее по цвету будет подходить. Дело в том, что я хочу, чтобы зубчики молнии были серебряного цвета. Они должны быть, ну, металлической молнии, к сожалению, не пойдет, как я это планировала, потому что она будет очень тяжелой и изделия, полочки будут отвисать вниз. Поэтому мы решили заказать все-таки спиральную молнию со спиральными зубчиками из пластика, да, пластиковый материал это. И цвет был черный и синий. Но синий, она сказала, не знает, будет ли двухсторонняя молния. Я хочу двухстороннюю молнию, чтобы она открывалась внизу и сверху. В общем, посмотрим. Я очень надеюсь. И, конечно, с вами поделюсь, друзья. Все, я побежала. Так, мои перчаточки надо снять. Я в них езжу только в машине. Вот он мой кардиганчик. Все, видите? Красота. Сейчас пойдем смотреть. Завтра зайду в аптеку. Куплю свой крем, который еще не купила, говорила. В прошлый раз зайду в следующий день. Все по пути. И хочу зайти в магазин Мюллер. И хочу посмотреть заодно, что там за пряжа из махеровой пряжи. Что там за пряжа. Я как-то проходила быстрым шагом там и увидела махер от фирмы Лана Гросса. И посмотрю, что за цвета. Потому что хочется, есть идея, кое-что связать. И ищу пряжу. Да, вот такие дела. Друзья, угадайте, в какой магазине я. Я в магазине Agent M. В кабине. В общем, посмотрела я молнию. Молния пришла совершенно не та, что я себе представляла. Я так разочаровалась. Честно говоря. Она пришла по цвету более-менее синяя. Но сами зубчики были черного цвета. Я же хотела серебряного. Мы еще этот момент обговаривали. Не знаю, почему этой девочки не было на месте. Была другая женщина. Поэтому я сказала, к сожалению, молнию брать не буду. По размеру, да. На 65 размером сантиметров мы взяли с запасом. Хотя длинноватая. Пришлось бы укорачивать. Но это не проблема. В длине проблема была в самой спирали. Она пришла черного цвета. А я хотела серебряного. В общем, оставила я это дело. Сходила в аптеку. Купила крем. А молнию теперь уже буду сама смотреть по интернет. Магазинам смотреть. И, наверное, переплачивать. Те, которые я хотела. Они очень дорогие. Но придется платить в пределах 30 евро. 27 евро на Амазоне. Я видела молнию. Ту, которая мне нужна была. Здесь, у портной, я бы как бы сэкономила. У нее за 12 евро была молния. Но она мне, к сожалению, не подошла. Теперь взяла. Что теперь? Теперь думаю, раз я уже здесь зайду, быстренько пробежалась по магазину. И мне вот эти вот джинсы так понравились. Хочу примерить этот топик со скидкой. Классно вообще-то вместе подходит. Но он, наверное, короткий. Сейчас примерю. И побегу домой. Буду вязать свой новый процесс, друзья. Так. Я-то рядом здесь живу. 5 минут на машине. 10 минут пешком. На машине 2 минуты. Даже не 5. 2-3 минутки рядом. Так. Мой крем. В общем, примиряюсь. Друзья, что хотела вам сказать. Вы заметили, что я не расстаюсь со своей шапочкой и безрукавочкой. Жилет. Вот. Как в штанишках дома была, так и выскочила быстренько. Но я вам скажу. Я этот жилетик затаскала. Я его каждый день ношу. Вот выхожу. Меняю образ. Сегодня я ездила к сетренке в гости. С джинсами его одевала. Вообще, такая удобная вещь. Я не думала, что жилет будет таким удобным. По фактору удобности, практичности. Так как здесь отсутствуют рукава, ты можешь одеть любую куртку, шубку и кардиган и так далее. Но дело в том, что еще здесь и грудь в тепле. Вот. И шея прикрытая. В общем, супер. Я довольна. И я думаю, это не мой последний жилет в любом случае. Вот. Шапочка так же носится каждый день. Друзья, на улице холодно. И как раз вот, кстати, связала себе жилет. Так. Ну что, друзья, скажите. Джинсы мне очень нравятся. Они с высокой посадкой. И вот вроде хорошо. Это не материал стретч. Здесь, видите, идет немножко расширенная нога к низу. И на полу сапожки. Если вот эти не нравятся, как сидят. Так. Ну-ка, может здесь лучше цвет будет передаваться. Даже к этому образу даже так хорошо подходит. Хорошенькие, конечно. Здесь на коленке порванные, рваные. Классно. Посмотрим. Стоит 30 евро. 29. Высокая посадка. Мне нравится. Все прикрыто, закрыто. Сейчас топ не мерю. Так. Ну вот и топ. Как я и думала. Он короткий, друзья. Короткий. С открытым животом. Конечно, выглядит классно. Но я, конечно, не буду одевать с открытым животом. Дети уже слишком взрослые. Не то время. Ну, а так, ничего. Цвет мне нравится. Коряга. Немножко по ощущению на голое тело. Было бы немножко неприятно. Но такой молодежный. Это молодежный стиль сейчас. Такие короткие топики. Завышенные. Но джинсы мне нравятся. Отличные. Джинсы хорошо сидят. Удобные. Посмотрим. Возьму их или нет. Немного длинноватые. Но я сейчас без кроссовок. С кроссовками будет нормально. Так. Ну что, друзья. Я уже дома. Распаковала свои покупки. Хочу вам еще раз показать. Все-таки взяла я эти джинсы. Они мне понравились. Как сидели на мне. Это не стретч. Ну, вообще-то эластан. Сейчас посмотрим. Сколько эластана у нас здесь. Они немножечко. Вот прям чуточку эластан в них. И все. Так. Вот как я смотрю. 98% хлопок. И 2% эластан. Все. Поэтому они такие выглядят широкие. Но на самом деле. Эта ширина нужна. Потому что это не стретчевые. И мы знаем, да, хлопковые. Такие почти 100% джинсы. Они не растягиваются. Поэтому выглядят широко. Но они очень удобные. Здесь не совсем высокая посадка талии. Можно сказать, средняя. Я примеряла уже еще с высшей посадкой талии. То есть здесь, я думаю, это средняя посадка. Они наподобие как мам джинсы. Но у них немного другой пошив. Они вниз идут. Если мам джинсы, они заужаются. Мом покрой, да. А здесь идет совершенно как бы прямой. Прямая. Даже не клеш. Или немножко расклешона как бы. Нет. Мне кажется прямые. Вот. На одной коленке они рванные. Но это еще в рамках. Все нормально. И как они сидят, мне понравились. Я вообще-то к брюкам очень долго приглядываюсь. Намеряю, думаю, купить, не купить. А тут, если мне вещь понравится, то я долго не думаю. Я беру и все. Но это в случае того, если мне вещь сильно-сильно понравилась. Вот. Так что джинсы мне понравились. Я их взяла, друзья. Цвет такой уже весенний. Светлый. И, кстати, они классно подходят с моим кардиганчиком. Посмотрите, как это классно будет выглядеть. Я уже представила с белой такой кофточкой под низ или рубашкой. Рубашкой или просто топ. И вообще этот кардиган, он, я говорила уже вам, да. Его можно как в элегантном образе сделать элегантный образ. Или же вот такой вот спортивный. С белой такой футболкой или натурального цвета под низ футболку. Или облегающую такую водолазку. Будет вообще супер выглядеть. Спортивный вариант. Так. Ну вот мои крема. Крема мне дали еще пробники. Заплатила я за вот этот тюбик. 50 миллиграмм. Дала 17 евро 50. Я уже вам говорила, да, что это не совсем дешевый крем. Но он очень-очень хороший для чувствительной кожи. Дает очень много влажности. Кожа чувствует себя хорошо. И еще два пробника мне дали. Ну и что я еще купила? Носки. Пачку носков своему сыну. Тоже в магазине H&M. Вот такие вот дела. К сожалению, да, как я вам уже сказала, с молнией ничего не вышло. Молния пришла не того вида и типа, что я себе представляла. К сожалению. У меня вот есть молния, которую я заказывала. Мне нужна наподобие вот такой молнии. Только вот цвета, они, да, по интернет-магазину я смотрела. Они все вот такого цвета. Называется Марины. То есть такой матросский цвет. Матросский синий матросский цвет. И сама спираль пластиковая. Вот мне такой нужен. Но этот, который я купила, он, видите, пришел без фиксаторов. То есть их не было даже в этом, в заказе. Их надо было заказывать отдельно. Как фиксаторы закреплять, у меня с этим опыта нет. Пришли только бегунки. Вот эти собачки. Три штуки и все. Ну и я, конечно, заказала размер не тот. Мне нужно, чтобы вот эта спираль была 5 миллиметров. То есть, чтобы замок, молния выглядела немного погрубее. А вот эта, что у меня в руке, она 3 миллиметра. И сама шириной 3 сантиметра. А сама серединка, вот эта, да, где спираль, 3 миллиметра. Она выглядит слишком нежно. Слишком. Ну вот, если я прикладываю, да, вот, смотрите. Если я прикладываю полочки, то молнию совершенно там не видно будет. То есть, она не будет вообще бросаться в глаза. Вот. Будет очень-очень. А я хочу именно, чтобы серединка, вот эта вот серебряная полоса, она бросалась в глаза. Это будет выглядеть красиво, стильно. Но она должна быть погрубее. И именно вот такой серебристой, но не черной. В общем, сделала я себе задание, друзья. Задала. Вбила себе в голову, что хочу молнию и все. Вот, вижу молнию на этом изделии и все. Не знаю. Не хочу пуговицы. Тогда я уже лучше оставлю без пуговиц. Просто так. Ну, ничего. Я найду. Я знаю, что я найду. Кто ищет, тот находит, да. Поговорка. Так. Ну все, друзья. Вот такие у меня дела. Друзья, посмотрите. Как им нравится внизу. Там под клеткой лежит салфеточка. Я ее стелю в длину, когда их выпускаю на полет. В общем, самка любит сидеть в последнее время в углах. Вот как будто она хочет гнездо построить или яйцо отложить. Так интересно они ходят по полу. Если они на полу. Видите, клюют. Что-то там разговаривают между собой. Нравится им. В общем, я не пожалела, что взяла эту клетку. У них столько много места. Они любят и наверху находиться. Спать они идут. Спят обычно вон там наверху. На вот этой бамбуковой палке. Которая идет вдоль всей клетки. А так они, видите, как любят ковыряться в зернышках. Там в клетке на дне специальный песок. Специальный песок. Антибактериальный. И он полезен. Там и витамины в нем. Ну, еще и в пермешку с зернышками. Вот самка. Видите, она как ложка в угол забивается. Хвост поднимает наверх. Не знаю ли это нормально, что они хвост свой длинный наверх поднимают. Но она часто вот так в угол зайдет и сидит. Ну, вот он ее ж не парень. Он голосастый. Он такой голосистый. В общем, он напевает одну мелодию. А она ему говорит тихо-тихо. Что-то вроде этого. Не знаю. Лазить они могут отлично. Клювы у них вот какие. Посмотрите. Раз, два. Клювом они держат, считай, все свое тело. Да, вот такие вот у меня пернатые, крылатые. С ними здесь не поснимаешь. Если бы я вот мастер-класс или что-то вроде этого снимала, мне нужно их выбегать, выкатывать клетку в другую комнату, конечно. Да, что вы там, раскаркались. Каркались, я говорю, как будто это вороны. Смотрите, она сейчас раз, клювом качельку подвинет и туда сядет на свое любимое место. Пойдет с другой стороны сейчас, наверное. Нет, передумала. Ну, все. Всем пока. Всем пока. Скажите, пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok